Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. Волонтерский отряд Союза молодежи «Доброе сердце» на Гомельщине признан одним из лучших в стране. Сегодня в регионе благотворительное движение объединяет более 7 тысяч человек. Школьников, студентов, работающих молодежь. Что подталкивает тысячи ребят каждый день помогать чужим людям и делать это совершенно бескорыстно. О философии добра интервью с первым секретарем Гомельского областного комитета БРСМ Игорем Завалеем. У вас в руках книжка волонтера, которую разработал и внедрил Союз молодежи. Это что-то вроде трудовой? Да, это не совсем трудовая. Это предтрудовая. В 2015 году по инициативе Союза молодежи была внедрена вот такая книга, волонтера она называется. Для чего это сделано? Для того, чтобы, наверное, более тщательно вести контроль ребят, которые предрасположены к той или иной виду деятельности волонтерства. Потому что есть социальное, есть экологическое, есть спортивное. То есть три основных направления. Если брать социальное, то здесь нужно брать особую подготовку ребят, потому что это работа в детских домах, с престарелыми, с инвалидами. То есть это специфическая работа, которую надо готовить. Если спортивное, то можно молодого человека с горящими глазами, который просто хочет помочь ей что-то сделать. Экологическое – это то же самое. То есть эта книжка призвана определить молодого человека к той или иной предрасположенности виду волонтерства. То есть, с одной стороны, для организации это своего рода систематизация, а для волонтера, как минимум, его опыт зафиксированы. Да. Ну, во-первых, когда пройдут годы, ему будет приятно открыть и показать, может, даже своим детям, где он работал, что он делал. Но один из самых, наверное, главных моментов – это то, что эта волонтерская книжка помогает ребятам в том числе и при поступлении в ВУЗ. Если смотреть какие-то социальные специальности, то это учитывается при поступлении. Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы при трудоустройстве уже в социальные учреждения, в том числе, в приоритете рассматривались те люди, у которых есть такая книжка, и у которых видно, что он на самом деле, придя в то или иное учреждение, уже имеет опыт работы с определенными категориями граждан. А вообще, как по-вашему, что подталкивает сотни и даже тысячи ребят во всех регионах помогать совершенно чужим людям? Вы знаете, года два назад я думал, что это мода. Типа, сейчас модно, волонтерство, вот это такое слово. Причастность к чему-то, доброму, масштабному. Да, но вот прошли годы, и я понял, что, наверное, не в моде дело. Каждый молодой человек на генном уровне, на генном, у него есть предрасположенность к тому, чтобы творить добро. Мы, Союз молодежи, для себя видим, наверное, основную роль создать, наверное, площадку стартовую для того, чтобы показать, что такое волонтерство, каким-то моментом, может быть, его обучить, и как вообще самореализоваться в этом направлении. Дать возможность делать добрые дела. Но ведь это целое направление сегодня, целое движение, национальное движение «Доброе сердце». Какие проекты, на ваш взгляд, буквально тезисно, сегодня являются по-настоящему не только успешными, но и действенными? Ну, прежде чем перейти к проектам, хотелось бы отметить, что по итогам 2018 года именно направление «Доброе сердце» в Гомельской области было признано лучшим в республике. Потому что мы в этом году вывели на новый качественный уровень и спортивное волонтерство. Более двух тысяч ребят приняли участие в спортивных соревнованиях, обслуживании их. Но самое главное, что мы их и пощеряем. Пощеряем чем? Это абонементы в бассейн, в тренажерный зал. То есть мы еще параллельно приобщаем их к здоровому образу жизни. То есть, если можно так сказать, одним выстрелом убиваем двух зайцев. Всего порядка 200 отрядов у нас. Это 7 тысяч ребят. Как я уже говорил, это экологические отряды, социальные и спортивные. Ключевые проекты есть, такие, которые я бы хотел отметить. Это, наверное, «Все краски жизни для тебя». Это такой проект для меня лично, он очень близок. Потому что я в нем заинтересован. Это проект, который призван... Вот есть у ребенка проблема, да, заболевания, нуждаются операции, приобретение оборудования. Да, родители, ну, у них есть друзья, соседи. Это максимум их круг общения, которого они могут привлечь к этой проблеме. Мы же, как общественное объединение, со своими десятками тысяч молодых людей, стараемся привлечь общественность к одному этому ребенку. Пускай это кто-то там по рублю поможет, кто-то еще как-то. Но в сумме, когда это тысячи молодых ребят... Удается собрать серьезные суммы. Да, серьезные суммы, которые помогают в том числе потом провести эти операции. Спасибо за это доброе дело. Спасибо добрым сердцам. Но вам, Игорь, спасибо за это интервью. Спасибо большое, Александр.